Мед Б-128, координатор мобильных бригад. Медицинский инцидент на секторе Б-127. Спасти болельщика за 15 минут – такой норматив FIFA при проведении матча чемпионата мира. Основной недуг гостей стадиона – проблемы с сердцем, дыханием или головой. Эмоции даже положительные могут привести к чрезвычайной ситуации. Поэтому на Самара-арене работает 12 медпунктов, 19 бригад скорой помощи и в общей сложности 250 медиков. На самом мероприятии будут у нас пациенты посложнее, но благо на тестовых матчах, на тренировках все вполне благополучно завершается. То есть все отточенное, работа в команде, нами руководят очень грамотные специалисты. Наша работа, она оценивается еще и в вышестоящем инстанции. Твердая четверка, есть и пятерки. Дмитрий Арцебашев в команду медиков, обслуживающих чемпионат мира по футболу, пробивался через конкурсный отбор. Сдал зачет по английскому языку медицинский минимум. Сейчас тренируется оказывать первую помощь пострадавшим футболистам. Задача была на сегодняшней тренировке показать те навыки, которые мы отрабатывали на протяжении последних двух лет. Была показана сердечно-легочная реанимация спортсмена. Автоматизм, он, конечно, очень важен. И, в принципе, все тренировки так и складывались, чтобы в экстренной ситуации не было никаких обдумываний. Все было уже по знакомому нам сценарию. В этом плане мы похожи на спортсменов. Каждая из нас знает свою роль. Мы все поделены по зонам ответственности. Бригады медиков поделены на 10 зон ответственности. Одни работают с руководством ФИФА, первыми лицами губернии, другие с арбитрами, футболистами и командами, третьи с болельщиками. Но у всех одна задача при необходимости спасти жизнь. Несколько раз во время трех тестовых матчей на Самар-арене скорая помощь уже оказывалась болельщикам. Если говорить о ВИП-персонах, то у нас медицинский пункт, мобильная медицинская бригада и две бригады скорой медицинской помощи. В целом получается около 15 человек. Если говорить о спортсменах, здесь три мобильные бригады у кромки поля, одна из которых резервная, медицинский пункт и три бригады скорой помощи. Получается около 25 человек. Медики готовились к чемпионату мира более двух лет. За это время они выучили иностранные языки, прошли курсы повышения квалификации. Практику прошли на молодежном форуме Иволга, Грушинском фестивале и во время матчей крыльев советов на Металлурге. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.